Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 34 тура серии А с Амбдорио-Рома. Встречаются 9 и 7 команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 10 очных матчах команды по равной играли на обе забьют да нет и на тотал меньше больше. В 5 последних очных матчах 4 победы у Ромы при одной ничьей. 3 последние очные матча в Генуе были низовыми. Амбдорио в них не побеждало. Статистика команд. Самбдорио последние 2 матча отыграло на 1-0. Самбдорио пропускала в двух последних домашних матчах. Рома последние 4 матча отыграла на обе забьют да. Рома последние 5 выездов отыграла на тотал больше и обе забьют да и проиграла 2 последних выезда. В минувшем туре Самбдорио проиграла со Соло 1-0. Хозяева ожидаемо больше атаковали, но в первом тайме у Сампы была парочка перспективных моментов. Во втором тайме Сосоло поднажал и сумел разок реализовать свое преимущество. Берарди забил красивый гол ударом бисеклетой. В концовке матча судья мог ставить пенальти в ворота Нераверди, но не поставил и с формальной точки зрения был прав. Рома проиграла Кальяре 2-3. Кальяре снова повезло в третьем уже к ряду матчем. Команда, владевшая мячом 28% игрового времени, забила три мяча и выиграла важный матч у соперника, которого не обыграла очень давно. Роме сильно везло в предыдущей игре с Аталантой, когда у соперника залетел только один мяч из 5 реальных моментов. Сейчас по ходу Фортуна вернула должок волкам. Теперь в ворота Ромы залетело все и даже больше, чем должно было залететь. Очный матч первого круга выиграла Рома 1-0. У римлян в четверг очень сложная игра с МЮ в полуфинале Лиги Европы. А в следующий четверг Рома будет играть ответную игру. Сейчас римляне идут на седьмом месте и, похоже, до зоны Еврокубка уже не доберутся. Самбдори отыграла последние два матча на 1-0. Обычно после такой серии команда Раньери играет результативную игру. Сюда следует добавить длинную низовую серию очных игр в Генуе. Рома неважно играет выездные матчи в этом сезоне. И два последних матча римляне проиграли в очень результативных матчах. В Самбдоре дома играют примерно ровномерно низовые и результативные матчи. Буки фаворитом ставят здесь гостей. Но учитывая две игры команды Фонсек и СМЮ, а также слабую игру Волков в гостях, можно здесь рискнуть взять 1х. Из связки ставок тотал больше обе забьют до 1х, самый высокий коэффициент стоит на 1х, 1.61. На тотал больше 1.59, на обе забьют до 1.51. Как видим, на все варианты даются невысокие коэффициенты. Пожалуй, самая ожидаемая ставка здесь будет тотал больше. У соперников идет аномально длинная низовая очная серия из четырех матчей на поле Сампы. Плюс Самбдоре два последних матча отыграла на 1-0. Поэтому здесь логично ждать 2-1 в пользу одной из команд. Ничья маловероятна, поскольку Сампа дома, а Рома на выезде очень редко в этом сезоне играют в ничью. Однако у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы! Продолжение следует...